Привет! Каждый выбирает занятия по душе. Одни любят чинить автомобили, другие предпочитают компьютерные игры, а третьи жить не могут без спорта. Тем более, что в последние годы здоровый образ жизни стал безумно модным. О нём говорят по телевизору и радио, пишут в газетах и журналах. Но не все виды спорта безопасны, есть и те занятия, которые могут привести к травмам, инвалидности или даже смерти. И у нас топ-10 самых опасных видов спорта. 10 место. Рафтинг. Сплав по горным рекам на рафтах, надувных плотах. Одно из самых опасных занятий. Даже если полностью соблюдать технику безопасности, избежать травм удается не всегда. Наибольшую опасность представляют пороги, которые по уровню сложности делятся от первой категории до пятой. Если вы решили заниматься этим видом спорта, приготовьтесь, что во время сплава могут возникнуть ситуации, способны нанести вред здоровью и стать причиной увечья и даже смерти. Если рафт на высокой скорости ударяется о камень или неудачно прошёл порог, можно получить сильный удар, перелом или даже потерять сознание. Сифон. Это препятствие, когда поток погружается под скалу полностью. Если человек попадает в сифон и его заклинило, то шансов на спасение практически нет. Зацепление ногой. Особенно опасно, когда рафт двигается в бурном потоке. Человек пытается встать на ноги. Зацепляется за камень или бревно. Он уходит под воду и появляется угроза утопления. Из-за того, что человек полностью уходит под воду, спасти его крайне сложно. Попадание под рафт. Такие экстренные ситуации случаются во время сплава. Нередко к ним нужно быть готовым и не паниковать. Иначе можно захлебнуться. Девятое место. Сёрфинг. Сёрфинг это море, волна и доска. Чтобы заниматься этим видом спорта, нужно взять доску, отплыть от берега и поймать волну. И катиться с неё. Получая удовольствие и бешеную дозу адреналина. На первый взгляд может показаться, что здесь нет никакой опасности. Но это далеко не так. Серьёзные травмы головы и конечности. Сёрфинг один из самых травмоопасных видов спорта. Хотя бы по той причине, что он связан с покорением высоких волн. Если на ней не получается удержаться, она может ударить серфингиста одно. И если на нём есть кораллы, то и в зависимости от силы удара спортсмен может умереть. Встреча с акулами. К сожалению, серфингистам, чтобы покорить высокую волну, готовы выходить в море даже в тех местах, где обитают хищники. Начав заниматься серфингом, спортсмен уже не может остановиться. Со временем адреналин исчезает. Серфингисту приходится каждый раз искать волны всё выше и выше. А это уже действительно смертельно опасно. Восьмое место. Скалолазание. Стрелищный, но безумно опасный вид спорта. Просто представьте скалолаза и поймёте, что если перечислять всю опасность, уйдёт слишком много времени. Ссадины и ушибы – это всего лишь мелочи, на которые никто не обращает внимания. Ведь каждую минуту можно разбиться о скалы. Но ситуация усложняется ещё тем, что при серьёзных травмах в горах, оказать помощь некому. Скалолаз может рассчитывать только на себя и свою команду. Ещё одна опасность. В неправильной оценке препятствий неравномерном распределении сил. Это самая распространённая причина несчастных случаев и открытых сложных переломов. Седьмое место. Дайвинг. Один из самых популярных видов спорта. Ведь он позволяет увидеть необычный и загадочный подводный мир. А иногда даже пообщаться с его обитателем. Но у него есть свои опасности. Встреча с опасными подводными обитателями. Это могут быть акулы, морские ежи, медузы и скорпеновые рыбы. Если хищники больших размеров могут съесть дайвера, то некоторые обитатели подводного мира наносят сильные ожоги или вспрыскивают через укол парализующий яд. Нарушение работы оборудования. Это ещё одна неприятность, которая может случиться с дайвером. Если вовремя не спасти человека, то он может погибнуть. Если дайвер при сплытии задерживает дыхание и наполняет лёгким большим объёмом воздуха, то может произойти разрыв лёгочной ткани. Воздух попадает в кровеносные сосуды, из-за чего произойдёт их закупорка и смерть всего организма. Баротравма уха и носа возникает, если дайвер продолжает погружаться при заболеваниях этих органов. Перепады давления воздействуют на уши и нос, а воспаление не даёт свободно проходить воздух. Шестое место. Кейв-дайвинг. На первый взгляд может показаться, что в дайвинге нет ничего опасного. Но кейв-дайвинг это совершенно другое. Спортсмен путешествует по подводным пещерам, где его могут ожидать не только прекрасные виды, но и множество смертельных опасностей. Встреча с агрессивными жителями глубин, которые не рады вторжению. Сбой в работе оборудования или организме человека. Это может стать причиной остановки сердца, кислородного голодания мозга, заболеваний лёгких. Невозможность выбраться из пещеры, если спортсмен застрял или просто не может найти выход на поверхность воды. Пятое место. Затяжные прыжки с парашютом. Этот вид спорта привлекает возможность ощутить в полной мере чувство свободного полёта, до того момента, когда раскроется спасательный купол парашюта. Ну а потом удовольствие продолжается. Полёт над землёй. Спортсмены подстерегают несколько факторов смертельного риска. Не раскроется парашют, порвутся ли запутаются парашютные стропы, потеря сознания во время свободного падения. Но так как в воздух допускаются лишь тренированные спортсмены, а качество парашютов год от года растёт, то и опасности погибнуть во время прыжка довольно мала. Как правило, большинство случаев несрабатывание парашюта связано с халатным отношением к укладке. Или недостаточной тренированности парашютиста. Шансы погибнуть во время прыжка с парашюта равен примерно 1 к 160 тысячам. Четвёртое место. Дельтапланеризм. Самые отчаянные экстремалы – дельтапланеристы. Здесь соотношение удовольствия и риска таково. Чем выше спортсмен поднимается в воздух, тем больше шансов упасть и развиться насмерть. Поэтому не случайно среди смертоносных увлечений дельтапланеризм занимает печальную пальму первенства. Причиной трагедии может быть и незамеченная на земле неисправность оборудования и внезапный порыв ветра. Смертность в этом виде спорта – один погибший дельтапланерист из каждых тысячи спортсменов. Третье место. Хелиски. Хелиски непонятны многим словом. Для того, чтобы заниматься этим видом спорта, нужна недюжная смелость, умение ориентироваться на местности и превосходное владение лыжами. Вначале вертолёт везёт спортсменов на пик высокой горы. Причём заранее её поверхность никто не обследует. Они должны спуститься вниз любыми путями. Помимо того, что лыжник не знает, что ждёт под снегом, ему нужно опасаться лавин, которые могут сходиться в любой момент. С человека может произойти всё, что угодно, начиная от лёгких ушибов и заканчивая летальным исходом. Нередко спортсмены сталкиваются с непроходимой местностью. Чтобы выжить, приходится думать и искать пути спасения. Второе место. Стритлаггинг. Скорость, опасность, адреналин – вот что привлекает любителей стритлаггинга. Стритлаггинг – это скоростная езда на скейтборде. Причём ехать нужно лёжа. Представляйте масштаб экстрима. Когда ни обзора полноценного невозможности затормозить, поэтому стритлаггинг и считается одним из самых экстремальных и травмоопасных видов спорта. Каждый, кто пожелает попробовать себя в таком опасном спорте, как стритлаггинг, должен хорошо подумать и подготовиться, поскольку для этого необходимо обладать некоторыми навыками. Кроме того, нужно обладать хорошей реакцией, чтобы вовремя затормозить. А поскольку тормозить в стритлаггинге очень сложно, то используются радикальные способы сделать это. В качестве тормоза могут служить ваши собственные ноги, при этом велик риск сломать их. Но обычно райдеры используют другой, более эффективный способ. А не просто врезаются в какую-нибудь поверхность. Столб, дерево, стена, автомобиль и прочее. Так что без хорошей экипировки здесь не обойтись. Спецкостюм, шлем, перчатки и налокотники. Первое место занимает бейсджампинг. Прыжок с наземных объектов. Спортсмен вначале находит подходящее для прыжка место. Здание, мост, гору и так далее. Это крайне опасно, ведь нужно успеть открыть парашют за короткий промежуток времени. А он должен вовремя открыться. Опасностей здесь много, но есть основное. Не раскроется парашют, или бейсер запутается в стропах. Запасного парашюта у бейсера нет. Он попросту не смог бы им воспользоваться из-за слишком малой высоты и времени прыжка. В отличие от обычного прыжка с парашютом, бейсер планирует рядом с объектом, с которого стартовал, и есть опасность столкновения с ним. А на этом у меня всё. Я рассказал вам о самых опасных видах спорта, которые могут не только подарить море эмоций и адреналина, но и нанести увечья, серьёзно пошатнуть здоровье или привести к летальному исходу. Заниматься ими или нет, решать только вам. Но даже если вы решили попробовать, всегда помните о технике безопасности и прислушивайтесь к профессионалам. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok